Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Выслушайте наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку – ОРЛЫ. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy.com и ввести слово ОРЛЫ. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Верблюды встают на дыбы, акриды прячутся в землю, Псак Сирин тревожно выглядывает из кельи. А люди не исправляются, мир совершенно катится к чертям. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». Меня зовут Филипп Дедко, я главный редактор проекта «Разамас». Меня зовут Максим Калинин, я шеф-редактор проекта «Познание» и руководитель семинара «Сирийские мистики» в лаборатории ненужных вещей. Много столетий тому назад на Ближнем Востоке жили христианские мудрецы. Что-то такое они узнали о жизни, что и сегодня нам очень интересно, спасительно и красиво узнавать. Как правило, в этом подкасте я задаю Максиму вопросы, которые волнуют нас всех и о которых думали и сирийские мистики. Всякий раз мы напоминаем самим себе, надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании опыта сирийской мудрости в домашних условиях. Но! Сегодня все будет немного иначе. В этот раз у меня нет конкретного вопроса, Максим. В этот раз у меня есть скорее запрос. Вот в чем тут дело. Несколько дней тому назад в клубе «Март» был концерт Леонида Федорова и Дмитрия Озерского. Из группы «Аукцион». Страшно умирать и не хочется Мы к массажу полный городочек сын Задние ножки стула в дальней полноте За på chickpeanstjor vibration Да поolean мы бежали волны все О-о-о-о-о-о, волны все О-о-о-о-о, волны все О-о-о-о-о, волны все Мы однажды, те, кто слышал наш первый сезон, знают об этом, мы однажды уже вспоминали эту песню. Для меня эта песня страшно важна. Вот почему. Несколько месяцев тому назад умер мой отец, и когда я слышу эту песню, я вспоминаю, как мы с ним уже давно, уже 10 лет тому назад, пошли на мой день рождения на концерт Федорова в Горбушку. И он пел эту песню «Волны те», и она страшно папе понравилась. И вообще он создал какой-то, Федоров и музыканты рядом с ним создали какой-то невероятный мир, исполняя эту песню. Даже в записи было такое же ощущение. Именно мира, который тебя захватывает в это время. Абсолютно. Абсолютно. Почему я сейчас про это вспомнил? Ну, во-первых, потому что я только что ее снова послушал, я вообще ее часто переслушиваю. Еще ощущение богослужения. Вот. Да. Опыт разговоров с вами, Максим, и ваших рассказов о сирийской мистике теперь каким-то образом связан для меня и с этой песней тоже. Я ее слушая, думаю об образах, о которых вы рассказывали. В частности, образе океана, моря, волн. И вы несколько раз упоминали о том, что для сирийских мудрецов эти образы значат. Так вот, я поймал себя на том, что читая или слушая какие-то по-настоящему важные тексты, для меня важные, мне хочется всегда спросить у сирийских мистиков, почему они на меня так действовали, чем они меня взволновали, что там есть еще. Представьте себе, что какой-нибудь новый Марк Твен отправил меня, например, с бумбоксом в середину седьмого века, где-нибудь на территории нынешнего Катара я оказался, иду по пустыне и слушаю песню «Волны те». Тем самым я отвлекаю от уединения наших с вами героев. Исаак Сирин тревожно выглядывает из кельи. Какие-то монахи начинают бить в колокол. В деревянную доску, да. В деревянную доску, да. Начинается суматоха, верблюды встают на дыбы, акриды прячутся в землю. Потихонечку забегаются встревоженные арабы, начинается лютый замес и разговор. Какой это разговор? Как только начинаю думать про этот текст, как-то сразу меня охватывает молчание. И как-то вообще вот после того, как вы, Филипп, меня стали знакомить с разными памятниками литературы. Ну, памятник не очень хочется употребить слово, потому что оно что-то застывшее указывает. Со словами, да, с большой буквы вы стали меня знакомить. Я понимаю, что настоящее художественное высказывание, оно приводит в безмолвие человека. Ну, во всяком случае, временно заставляет его замолчать. То есть, ещё люблю фразу за апокалипсис, сделалось на небе молчание, как бы на полчаса. Мне всё время заправляло, это как бы на полчаса. Что это за переживание? Что стоит за этой темпоральностью? Может быть, потому что ты на самом деле не знаешь, что это полчаса, или это вечность, или минута секунды. Ты на самом деле не знаешь этого, да. И вот опять, если попытаться включиться в вашу такую фантазийную реконструкцию, да, если монах жил за пределами монастыря, жил в безмолвии, то скорее ему не позволило бы его правило нарушить это безмолвие. Но ведь ваш вопрос про другое. Как бы они отреагировали на этот текст? И я думаю, что здесь Исаак Серин нашёл бы очень много сродного себе. Не только Исаак Серин, потому что для них очень большое значение имеет образ волн и вообще образа моря. Им было очень близко то, о чём говорит здесь автор. Он хочет стать незаметным, он хочет как бы исчезнуть, да, он хочет уйти в небытие. Кстати, Жуком не отрочит. И вот у Исаака Серина по этому поводу есть изумительное размышление в его трактате о смирении. И он там объясняет, что это такое. Он описывает состояние человека, который, чувствуя себя перед божественной бесконечностью, он не находит, что сказать. Ну, потому что, что бы он ни изрёк, это всё будет мелко по сравнению с бесконечностью. И он хочет уйти как бы в ничто. Он хочет уйти в состояние ещё до своего собственного сотворения. Этот опыт, который описывает Исаак Серин, меня напомнил... Ну, меня просто потрясло это описание, когда я перечитывал проповедь мейстера Экхарта о нищете духовной. И помните, он там... Это совсем другая традиция. Да, это совсем другая традиция. Да, немецкий мистик, живший в конце XIII-го, в начале XIV-го века. Да, мейстер. Ну, опять же, сходство в разных мистических традициях меня уже не удивляет. Но они явно шли тем же путём или шли к тому же самому. Поэтому мы находим такие общности в описании их опыта. Но у Экхарта есть проповедь на слова «блаженные нищие духом». Объясняя эти слова, Экхард говорит, что подлинная нищета сводится не просто к тому, чтобы себе не предписывать никаких заслуг. Он там последовательно разбирает разные взгляды и очень едко отвергает разные виды добродетели, говоря, что нет нищета духовная. А нужно отказаться полностью и от валения, и от всякой мысли, и даже представления о Боге, потому что даже само понятие «бог», оно уже определяет Бога, детерминирует, предполагает наличие помимо Бога чего-то иного. А нужно и от этого полностью абстрагироваться. Оно создаёт границу некоторую, да, сразу же. Да, оно создаёт границу, что есть я, есть он. Но даже если есть я и ты, то, по мнению Экхарта, это уже ограничивание Бога. Он отказывается полностью от всего, от всякой мысли, от всякого намёка на мысли, от всякого намёка на валения. И через это он и сам становится Богом. Он перестаёт Богу себя противопоставлять. «Чтобы никто не знал меня по имени, чтобы днём с огнём не нашли меня, пепел и труха, ноль без палочки, и некому в графе ставить галочку». Да, некому меня детерминировать, некому ставить галочку, да. Это мысль Экхарта, вот особенно, когда он говорит о состоянии небытия. И вот у Исаака Сирина есть мысль о том, что смиренный человек, он мыслит себя как бы не пришедшим в бытие. То есть опять речь идёт не о том, что он вминает себя, занимается самоуничижением. Мне кажется, мы тоже про идею самоуничижения говорили, и для сирийских мистиков это дар. Это не состояние, когда ты вгоняешь себя, говоришь, что ты хуже других, а это именно ощущение, когда ты настолько остро переживаешь бесконечность, настолько остро, что любое твоё ограниченное действие ты переживаешь, как неспособное выразить, что бы это ни было. И ты просто отстраняешься от всякой мысли и от всякого имени. Момент имени очень важен для представителей сирийской традиции. Есть у Исаака Сирина высказывание о том, что ангелы не пользуются именами, и что люди придут к состоянию в будущем веке, когда имена тоже не будут нужны. И что мистик в состоянии безмолвия тоже достигает уровня превыше слов и превыше имен. Соответственно, там возникал вопрос, каким образом всё-таки мы знаем имена ангелов, каким образом в Библии описывается явление ангелов. И у Исаака Сирина есть детальное учение об откровении. Он говорит, что ангелы являются не в своей природе, а как бы приходят людям на помощь, что они говорят с нами в нашем языке, но в самой своей природе они выше имен. И задача человека подняться к этому состоянию, который превыше имен. Так вот, возвращаясь к образу волн, для Исаака Сирина море – это образ, тесно связанный вот с этим состоянием отрешения от всего, ощущения себя как несуществующего, от соприкосновения с бесконечностью. Море для него – это очень частая и очень ёмкая метафора, которым он пытается это состояние передать. Полного погружения в то, что тебя окружает, ты часть всего, ты часть этой волны или сложнее? А вот у него бывает по-разному. Например, в пятом трактате своего третьего тома он говорит, я даже, наверное, лучше зачитаю, чтобы не пересказывать его мысли по памяти. «Великое это таинство. Я не знаю, как я задумал плавать в этом великом море, и кто дал мне эти крепкие руки, которые сладостно плывут в неосязаемой бездне и не утруждаются. Но чем больше мы видим распростертое море, край которого не показывается, тем больше облекаемся в сладость, и вместо усталости радость вырывается из сердца. Я не веду, каким образом я стал достоин всей благодати, дабы толковать божественную любовь, которая неизрекаема тварным языком. И даже существа ангельские слабы, чтобы подняться до высоты её созерцания и чтобы вместить в своих мыслей всё богатство столь великой его любви». Вот здесь это не просто образ человека, плывущего в море и сталкивающийся с бесконечностью, здесь очень важный мотив для Исаака Сирина. Ты не можешь выразить эту тайну, ты не можешь её вместить в себя, но ты должен сделать шаг к ней навстречу. А море в данном случае? То есть море в данном случае – это божественная любовь, которую он не в состоянии выразить. Вот у Афнеморана есть рассуждение, где он говорит, что дары и блага, которые подаются людям, они подобны волнам, которые теснят одна другую. И вот я сам задумывался долго над словами – волны, которые одна другую теснят, которые следуют друг за другом. То есть это получается указание на то, что одна волна неизбежно сменит другую, и может быть это такое утешение человеку, который чувствует себя в тяжёлом состоянии, в каком-то оскудении, что если одна волна прошла, другая наступит неизбежно. И это гарантированно, это постоянство. Да, опять, то есть получается, опять это гарантированно, это постоянство, то есть в эту волну нужно войти, но если ты вошёл и чувствуешь оскудение, то говорит таким образом, говорит через этот образ Афнеморан, что новая волна на тебя нахлынет. Но это ведь Исаака Серьевна проблема тоже волновала, когда после какого-то переживания, вот этого самого моря любви, человек испытывает состояние оставленности и опустошения, и для них это то, что происходит волнами. Песня, которая стала входом для нас с вами в этот разговор, есть такие строчки. «Страшно умирать, не хочется». Не хочется, правда, я думаю, что и мистикам тоже не хотелось. Ну, то есть человеку, естественно, не хотеть умирать, хотя идея умирания для мира у них присутствовала всё время, преодоление страха перед смертью у них было. И это тоже один из мотивов Исаака Серьевна, что ты, пережив опыт любви, не боишься умирать. Но это как раз то, что не сходу. Может быть, ты начнёшь входить в воду моря, хотя бы не на глубине, сразу, но это состояние, когда тебе не страшно умирать, ты не сразу достигнешь. Но Исаак Серьевна описывает этот опыт для себя. Но вот опять же, мне кажется, для песни Фёдорова идея в том, что ты, когда поверх тебя эти волны движутся, ты обретаешь некое состояние как бы альтернативной смерти. Ну да, потому что «Страшно умирать не хочется», «Был бы стать жуком-древоточицем, задней ножкой стула в дальней комнате, чтобы надо мной бежали волны те». Кажется, в этой эстрофе Озерского вот эта фраза «Чтобы надо мной бежали волны те» это альтернатива умиранию. Альтернатива умиранию. И опять же, он говорит про насекомое, говорит про предмет, как то, что не мыслит в своё бытие отдельно от мира, да, скажем так. И волны, которые над тобой, но я как слушатели скорее здесь тоже считываю эту идею соединения с миром. Не уничтожение, а соединение с миром. Как раз то, о чём говорят мистики, это соединение с Богом, на вершинах которого ты не осознаёшь самого себя. И ради этого соединения они умирают для мира. И это как раз та смерть, которая, по их описаниям, делает для них не страшной смерть обычную, потому что это уже предвкушение будущего века. Тут всё и сходится в этом разговоре о смерти и её преодолении. Вот я об этом тоже задумался, когда вы сказали про Папу, да, что здесь есть нечто общее. Но вот здесь мне ещё другая библейская аллюзия приходит в голову. Это один из самых сильных текстов в составе Псалтирии. Это 42-й псалом по еврейской нумерации, 41-й псалом в православной традиции. Он начинает словами, как «Лань желает к потоку воды», так «Душа моя желает к тебе Божия». И там говорится, мне славянский текст вспоминается, «Вся высоты твоя и волны твои надо мной, приедоша». И там это пласть человека скорбящего, человека, который оставлен всеми. Он там вспоминает, как он когда-то ходил вместе в процессе. Там, правда, еврейский текст не поддаётся однозначной интерпретации, но там образ процессии до Дому Божьего. А сейчас он остался один. То есть это состояние глубокой скорби и оставленности. И он говорит, «Все твои высоты, все твои волны прошли надо мной». То есть для него это несчастье. Для него это те волны, которые всё сметают. Но в этих словах одновременно есть некий катарсис, некое утешение, что они всё-таки прошли надо мной, и что всё-таки, если это твои волны, значит, есть некий просвет, есть некий прорыв. Но это, во всяком случае, чтобы надо мной проходили волны те, я сразу слышу там звучание 42-го псалма. Потрясающе. И в словах Фёдорова, в словах Озерского, которые исполняет Фёдоров, и вот в этой потрясающей музыке, которая как волна на тебя нахлёстывает, я слышу те самые волны, те волны несчастья, о которых говорится в псалме. Но благодаря голосу Фёдорова, успокаивающего эти волны, несчастья для меня становятся уютным укрытием, в котором я нахожу себе место. И я понимаю, что не всё так страшно. Максим, вы сейчас сказали фразу, которая невероятно созвучна с ещё одной историей, которая со мной произошла в последнее время. Совсем недавно был день рождения поэта Григория Дашевского. И в «Разомасе» мы сделали проект, в котором мы рассказываем о его стихах. Мы попросили нескольких людей, которые его знали, поэтов, филологов, его близких, выбрать одно его стихотворение и о нём поговорить, об этом стихотворении. Так вышло, что начинается этот рассказ с первого стихотворения, написанного Дашевским, и с самого последнего, написанного за три недели до смерти. Это, может быть, самое необыкновенное стихотворение из всех, что мне приходилось читать. «Благодарю вас, ширококрылые орлы, мчась в глубочайшие небесные углы, ломаете вы перья, клювы, крылья, вы гибнете за эскадрильей эскадрилья, выламывая из несокрушимых небесных сот льда хоть крупицу человеку в рот, и он ещё одно мгновение живёт». Здесь нужно помолчать, как вы и предлагали сделать в самом начале нашего сегодняшнего разговора, потому что хочется помолчать после встречи с таким текстом. Но понимаете, почему я его вспоминаю сейчас, после того, что вы говорили о Псалме 41-м и о том, как Ли Исаака Сирина, образ моря и волн над тобой пролетающих, связан с идеей спасения? Ну вот, пожалуй, вы сами объявили, обнажили эту связку, сказав о спасении, потому что здесь другой взгляд на спасение. В образе волн ты отрешаешься от активного действия, а тут говорится о существах, которые, наоборот, делают нечто предельно активно. Но и там, и там идея спасения для человека. У меня было много ассоциаций, когда я стихотворение прочёл впервые, но вот сейчас, когда вы читали его, вот сейчас, думая о нём, я для себя новый план здесь открыл. Я даже кажется, что это сейчас таким очевидным чтением, что это стихотворение о тех людях, которые доносят до нас вот эти крупицы того самого знания, которое превыше слов. Такие люди, как сам Дашевский, такие люди, как мистики, те, которые часто живут трудной жизнью или для которых творчество становится тем самым огнём, который и приносит радость и страдания одновременно. Но эти люди, становясь, говоря словами Григория Назианзина, жертвами одушевленными, они для нас приносят то, что помогает нам жить, и то, что нас спасает. Мы когда-то начали разговор о мистиках с рассуждением о том, что вот они сделали то, что мне, например, кажется тяжёлым, трудным, самоубийственным. Они отказались от всего полностью. Они отказались от того, что нас радует в нашей повседневной жизни. При этом они добыли некое знание, некий опыт, который помогает жить мне, например, когда я читаю об этом. Я понимаю, что я не пошёл бы на те жертвы, на которые пошли они, но для меня это та самая крупица. То есть я вдруг подумал, что те самые творческие люди, которые зачастую прожили очень трудную жизнь, это и есть эти орлы, которые ломают свои крылья, которые погибают, но которые выламывают для очень многих людей те самые крупицы небесного льда. Это очень интересная и неожиданная трактовка. Я про неё должен подумать. Ну, здесь нет смысла спорить, какая трактовка верна. Но в какой-то момент я даже... Мне показалось это настолько простым, что я все свои другие трактовки отложил. Мне кажется, что... Поэт Мария Степанова, которая говорит об этом стихотворении на Арзамасе подсказывает, что это стихотворение написано как бы изнутри Нового Завета. Бессмысленная, прекрасная, упрямая самопожертвование орлов, которые, как ангельские рати, бьются где-то там в небесных углах за спасение одного единственного человека. И его человека ответная готовность продержаться ещё и ещё немного. Помните Хоббита или Властелина колец? Там были орлы, которые в самый последний, в гибельный момент для героев появляются и спасают их. Ей кажется, что именно эта параллель с Хоббитом, опять же, книга полной христианской символики и отсылок к новому и к ветхому завету. А новозаветный контекст здесь какой? Ну, прежде всего, жертвенность. Орлы в этом стихотворении приносят тебя жертву. Чтобы прийти на помощь человеку, орлы не просто прилетают вот с этими волшебными частицами, крупицами, они рискуют жизнью и погибают. Один за одним. Ломаете вы перья, клёвы, крылья, вы гибнете за эскадрильей эскадрилья, выламывая из несокрушимых небесных сот. Это поразительная строчка, которая вырастает на пару стоп, чтобы удлинить и показать вот это мышечное усилие выламывания этой частицей небесного, алмазного, неподдающегося льда. Человек спасается, оказывается спасённым не на совсем, не навсегда, а ещё на какую-то единицу времени, очень короткую, ещё одно мгновение. И он ещё одно мгновение живёт. То есть продлевается не вся жизнь сразу, не обретается жизнь вечная, а даётся, предоставляется ещё один коротенький в мгновение длиной участок жизни, и даже ради него гибнут эти мириады орлов, рушь с неба, ломая крылья. Ну да, да, вот жертвенность, это очевидно. Да. Орлы для сирийской мистики существующий образ. Они приходят на помощь? Они не приходят на помощь, но орёл, как образ созерцателя, характерен для христианской традиции, не случайно орёл — это символ четвёртого евангелиста, евангелиста Иоанна, чьё евангелие наиболее богословское, наиболее созерцательное. Но если говорить о сирийской традиции, в восточно-сирийских текстах очень трогательное описание роли ангелов в служении людям. Ангелы и люди учатся, мир для них — это школа, в которой они учатся. И у Марнарсая в его мемрах, то есть ритмизованных с одинаковым количеством слогов в каждой строке беседах, на творении мира есть у него слова «как детей, ввёл их в школу». То есть ангелы изначально появляются как дети, как в пелёнках, они не понимают ещё ничего. Это мой любимый образ, да, вы уже раз подглядели. Да, но потом-то они учатся, чему-то обучаются, а люди оказываются их, так сказать, младшими братьями, которым ангелы помогают. То есть, с одной стороны, человек, как состоящий из души и тела, связывает духовный мир и телесный, и его роль в этом смысле выше, чем у ангелов. А с другой стороны, воля ангелов более совершенной оказывает, чем воля людей. Люди-то телесные, и они всё время спотыкаются, потому что тело их наполняет множеством противоречивых желаний. А у ангелов... У ангелов воля простая. Они один раз приняли решение, кто-то стал демонами, а кто-то стал ангелами. Но с тех пор у ангелов воля постоянно пребывает в добре. И у них можно списывать. У них можно списывать, наверное, можно сказать так. Но вот такой мотив любопытный, которым говорит и Исаак Сирин, и Афнимаран, и Иосиф Хазаи. Ангелы находятся в тревоге постоянной и за людей, и за себя. Глядя на то, как люди несовершенные, ангелы, хотя их воля постоянно пребывает в добре, они находятся в тревоге, что и сами они могут пасть, и в тревоге западших людей. И Иосиф Хазаи даже описывает некую безнадёжность ангелов. То есть у ангелов впустились руки или крылья, или что угодно. Трудно быть ангелом. Трудно быть ангелом, да. То есть, казалось бы, в небе соколом ты паришь, да, и ничего тебе не грозит. Орлом. Орлом, да. Но они описываются, как горячо переживающие за людей. Они доносят откровения людям. Вообще Исаак Сирин говорит, что все откровения, которые были людям до того, как Бог явил себя через Иисуса, все эти откровения совершались посредством ангелов. Так вот, для Иосифа Хазаи, значит, ангелы всё это делают, а люди не исправляются. Мир совершенно катится к чертям, к другим духам, совсем к другим созданиям, да. И ангелы описывается то, как имеющие раздражение, то, как скорбящие о людях и имеющие безнадёжность, как выгоревшие, в конце концов. Они не понимают, зачем они приложили столько трудов. И Бог берёт на небо Еноха, а это знаменитый момент в книге «Бытия», что Енох ходил перед Богом, и он был взят Богом. И традиция считает, что он был взят на небо, чтобы показать, что труд ангелов не был напрасным. То есть вот они как раз, как эти самые орлы, которые людям всё время что-то хотят сделать, послужить, но при этом они чувствуют в какой-то момент бессмысленность своего труда. И обречённость. И обречённость своя, пока Бог не показывает им обратное. И вот когда я первый раз услышал про этих орлов, которые ломают себе крылья и которые выламывают крупицы из небесных сот, я подумал про вот этих несчастных ангелов, переживающих за людей, но тем не менее им служащих, им помогающих. И вообще, с точки зрения восточно-сирийской традиции, ангелы и демоны разделились в тот момент, когда Бог сказал им поклониться Адаму. И для них это тоже было испытание поклониться человеку, который им казался чем-то менее совершенным, чем они сами. И тут мы возвращаемся к идее смирения. Да, возвращаемся к идее смирения, отказа от самости и к идее, вот о чём мы говорили, того, что у ангелов нет имён, но ради служения людям они используют имена, облекаются в образы. То есть вот для Исаака Сирина человек растёт, до уровня ангелов. Он достигает состояния шапьюса, ясности, прозрачности, когда он достигает своего естественного состояния и чувствует присутствие ангелов, какие они есть, превышающий уровень слова. А ангелы к людям не сходят и используют слова, используют какие-то визуальные образы для того, чтобы людям нечто открыть. И вот все библейские образы с явлением ангелов для Исаака Сирина связаны именно с этим. Так что вот мы тем самым возвращаемся к тому, что он говорил про море и про состояние, которое превыше имён. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем этот необычный терапевтический выпуск. Напоминаем, что надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании сирийской мистики в домашних условиях. И, самое важное, спасибо всем создателям этого подкаста. Продюсеру Лизе Марантиди, звукорежиссёру и редактору Алексею Пономарёву, расшифровщику Кириллу Гликману и фактчекеру Юлии Гизатулиной. Читайте стихи Дашевского. Да, по желанию читать стихи Дашевского я горячо присоединяюсь. То есть каждый стих он открывает какую-то новую комнату в сердце. То есть реальное ощущение, что пространство узкое, а ты входишь туда, а там широта. Вот Дашевский, он расширяет сердце. Это в псалмах, опять же, есть образ «Ты расширил мне сердце». Не всякое слово расширяет сердце. Дашевский, он его просто потрясающе расширяет. Читайте стихи Дашевского и слушайте Леонида Фёдорова. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok «Белый Леонг» «Субтитры создавал DimaTorzok» «Белый Леонг» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод ОРЛЫ Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy.com и вписать там это слово ОРЛЫ До скорого!